После некоторых, я даже не знаю, как это назвать приличным словом, фраз в этой студии, вообще хочется просто пойти и вымыться. Просто потому, что не хочется вступать в дискуссию с такими людьми, которые по сути своей деструктивны, которые прекрасно понимают, что своими высказываниями они нарушают сразу несколько статей Конституции, наступая, например, на ваши права, на мои права. Давайте оставим им это. Просто на будущее не зовите, допустим, точно меня в такие эфиры с неадекватными людоедами. Потому что никогда дискуссии не получится. Елена, мы сейчас не о людях, пожалуйста, а об идеях. А что касается Крыма, что касается Донбасса, вы знаете, очень легко всегда сваливать свои личные проблемы на кого-то из соседей. Говорить, что сосед плохой, говорить о том, что он такой грозный, несправедливый, о том, что он лютый, о том, что он напал, о том, что он что-то отобрал. Вопрос к самим себе, к нашей стране. А у нас есть единая национальная идея? А у нас есть действительно настоящее равенство по Конституции? Нет. У нас сейчас реально нас раздробили на различные группки, которых одни группки наделяются каким-то правом, у других эти права отбираются. Языковой принцип, религиозный, какой угодно, даже географический. У нас вот эта дележка на Донецких, на Винницких, она же до сих пор присутствует. До сих пор она есть. Какое отношение к тем же самым переселенцам в течение особенно первых трех лет мы не забыли? А новые санжары мы не забыли? Это у нас страна такая дружная, такая сильная, такая мощная, которая прежде всего должна предъявлять претензии к самой себе для того, чтобы потом тыкать в соседей пальцем. У нас же по сути сейчас, на нынешний момент, берите любой отчет ООН за любой год, хотите 2021, вот свежий, хотите 2020, права человека, все. Мы страна, которая не выполняет ни международные нормы, ни в том числе внутренние, свои конституционные. Все вот эти разговоры про каких-то национальных меньшин, как можно вообще русскоязычную общину, которую по сути составляет большинство украинцев, обозвать национальное меньшинство? Во-первых, это точно манипуляция, потому что это никакое не национальное и никакое не меньшинство. Это конкретно языковая община. И людей, которые живут в Украине, входящих в эту языковую общину, большинство. Вы скажете потом, я же вас не перебивала, Надежда, у вас всегда будет возможность высказать свое. Все, я не собираюсь ни с кем спорить, у меня есть право высказать свои убеждения. Так вот, сначала нужно все-таки в бревнышко в своем глазу посмотреть. Чувствует ли каждый украинец, вне зависимости от языка, от веры, от места рождения, чувствует ли он себя комфортно? У нас выступает министр соцполитики и абсолютно не стесняясь рассказывает о том, что 900 миллиардов сэкономили на пенсионерах Донбасса. Это что? Это на самом деле признание в том, что... 900 миллиардов. 900 миллиардов в том, что нарушили права пенсионеров громадного количества людей. Заработанные деньги. Понимаете о чем? Это неправда, там трошка не так. А потом мы будем говорить о том, что кошка бросила котят, это Путин виноват. То есть у нас во всем будет виноват Путин. У нас виноват Путин в том, что мы выбираем абсолютно неадекватного Кличко третий раз мэром. И мы видим просто в раздрае весь город. Это Путин виноват. Путин виноват, что у нас недоплачивают пенсионерам заработные платы. Путин, конечно, виноват, что наш украинский газ здесь, в Украине, обходится нам в три раза дороже. Это Путин виноват. Путин виноват, что Зеленский собрал урожай из 73% электрального сбора в 2019 году, но при этом обманул по всем статьям все, что бы он не обещал. Ну, конечно, это виноват Путин. Ребят, я могу сказать, что можно, в принципе, согласиться вот с таким подходом, валить все на Путина и ждать конца, в общем-то, собственного государства. Потому что с такой инфантильной позиции, с такой инфантильной позиции, у государства просто нет иммунитета и жевания. Послушайте, гладких, ведите себя достойно. Вы просто идиот, понимаете? Мне сложно с идиотами в одной слое было сказать. Не переходите на оскорбление друг друга. Просто, да, регулируйте, модерируйте, потому что вот это хамство, оно просто надоедает. Далее, Сергей, там, я просто одно уточнение. Дайте таблетку человеку, я не знаю, рыбы ему оборвал, я не знаю, что. Смотрите, но все-таки процессы освобождения Донбасса и освобождения Крыма, они, по вашему мнению, взаимосвязаны, взаимоувязаны даже, наверное, где-то, либо это параллельные процессы, которые не влияют один на другой? Эх, вы завернули как. Если бы мы с вами могли, вот, знаете, так, эх, одним махом решить все проблемы, наверное, это бы давно уже случилось, но мы этого не можем. Очевидно, что сначала нужно решать проблему с гражданским миром, то есть с прекращением войны на Востоке. Что мы можем Крыму в такой ситуации предложить? Они прекрасно видят 2 мая в Одессе, как поступили со своими согражданами, массовая казнь, сожжение, кто-то наказан? Нет. Стерненки на свободе, Семенчинкам непонятно, то продляют, то не продляют, непонятно что. У нас какие-то медведьки и полищуки в наблюдательных советах правоохранительных органов. Вы о чем? Какой Крым, какой Донбасс? Они вернутся сюда? Да нет, мы им не... Нам нечего им предложить. Нечего предложить такого, чтобы они сказали, ой, черт, там получше, наверное, будет, чем у нас здесь. Сергей Трантонович. Спасибо. 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 Спасибо.